Из всех символов Японии самым популярным, наверное, является гора Фуджи. Вот ее я вам сегодня и покажу. Небольшое, слегка медитативное видео. Гора Фуджи расположена в 90 километрах от Токио. В ясный день ее даже видно в столице с высоких этажей. Находится она на границе префектур Щидзоока и Ямонаши. Кстати, хоть Фуджи и называют горой, но в действительности это действующий вулкан. Последний раз извергавшийся в 1707-1708 годах. Вот даже гравюры есть. Все переживают, что скоро опять будет извержение после сильного землетрясения. Ну а пока мы можем полюбоваться видом прекрасной Фуджи. В конце сентября я был в префектуре Ямонаши, около озера Кавагуччи, где решил прокатиться на канатной дороге, ведущей на соседнюю гору. С ее вершины открывается отличный вид на озеро, а также на саму гору Фуджи. Билет на канатную дорогу стоит 900 йен. А если брать сразу набором с прогулкой на корабле по озеру, то выйдет 1600 йен. При этом вы сэкономите 300 йен. Кабинок на канатной дороге всего две, а сам подъем на вершину занимает буквально минуты три. В отличие от других канатных дорог, тут нет сидений и неспешного созерцания природы. Человек 15 одновременно забиваются в маленькую кабинку, и можно любоваться видами из окошек. Но эти самые виды, конечно, впечатляют, особенно в ясный день. Сейчас я думаю, что все горы покрыты ярко-желто-красными деревьями. На вершине расположен большой магазин, а также множество обзорных площадок и дорожек, по которым можно погулять, рассматривая все вокруг. За время жизни в Японии я впервые смог вот так вот увидеть гору Фуджи. Красота неописуемая. Многие привыкли видеть Фуджи со снежной шапкой вверху. Но когда я ездил туда, было еще очень тепло, и снежные вершины, судя по всему, просто потаяли. Или иначе я не знаю, как это объяснить. Кстати, многие спрашивают про подъем на саму вершину горы Фуджи. Восхождение проводят с 1 июля по 27 августа каждого года. Я все хотел попробовать забраться, но никак руки не доходили. Вот, думаю, в следующем году летом все-таки совершу восхождение. И обязательно все это дело покажу вам. Ну а пока вернемся к горе, куда я приехал на канатной дороге. Тут за 5 минут можно дойти до какого-то храма по дорожке, которую вы видите. Сейчас мы попробуем туда сходить. На самом деле, тут куда больше маршрутов. Не только до храма, но в этот раз они были закрыты. Тут вверху очень сильный ветер. Надеюсь, меня нормально слышно. Мы дошли до какой-то развилки. Можно пойти вот сюда, но здесь закрыто. Значит, сюда мы и пойдем. Пойдем вверх в какой-то храм. Пойдем. Видите, да? Гора Фуджи. Очень красиво. Мы на вершине другой горы, куда поднимались на Рупей и шли к храму. Я ожидал что-то величественное. Самая верхушка здесь даже это написано. Смотрите, какой храм огромный. Просто поражает воображение. Вот. Глаза разбегаются. Просто не можешь все это охватить. На самом деле здорово. Такие вещи мне нравятся в Японии. Это я просто утрирую. Красиво. В этом что-то есть. И дальше вот с этой верхушки уже в разные стороны разбегаются дорожки. Можно спуститься в другое место. Сейчас мы, может быть, туда сходим. Либо уже вернемся к Рупею. Потому что у нас там дальше еще другие планы есть. Еще на горе есть такой коридор с колокольчиками фурин. Благодаря тому, что на вершине довольно сильный ветер, они постоянно красиво звенят. Согласитесь, максимально по-японски тут. В общем, сюда можно приходить просто для того, чтобы насладиться видами горы Фуджи, озера и окрестностей. Кстати, как я уже сказал, гора Фуджи также находится на границе с префектурой Щицоко, в которой как раз и выращивается наш чай Кивами. Недавно наш ассортимент продукции пополнился новыми видами чая. А также улун, мочай и черный чай снова вернулись в продажу. Обязательно попробуйте вкусный чай Кивами. Ссылки на него есть в описании. И да, весь чай уже находится в Москве. Не нужно долго ждать доставку. Далее я спустился с горы и отправился прямо к озеру. Ведь меня ждала прогулка по озеру Кавагуччи. Для этого я изначально приобретал билетик за 1600 йен. Здесь можно покататься на лодке и смотреть на гору Фуджи, местные окрестностей. Реально очень круто. Прям дух захватывает, завораживает. Прогулка на корабле занимает около 30 минут, за которые можно посмотреть на гору Фуджи под разными углами. Кстати, вы знали, что гора Фуджи является частным владением и находится в собственности щентаистского великого храма Хонгу Сэнген. В самом храме находится дарственная очагуна Токугава Хидетада, датируемая 1609 годом. А еще в русском языке часто говорят Фуджияма, что не совсем верно. В японском гора называется Фуджи-сан, так как третий иероглиф читается именно как сан, а не яма. Лучше всего произносить просто гора Фуджи, чтобы не получалось масло масляное. После прогулки на лодке я пошел гулять вдоль озера, забрел в лесок, где увидел двух диких оленей, жаль не успел их заснять. А потом дошел до храма. Один из храмов около Кавагучко. Странный на самом деле храм. Нашли его совершенно случайно. Прошли по какой-то дорожке, которая называется Старая Дорога Камакуры. Она прям заброшенная, вообще никого там нет. Мы переживали, что вылезут медведи, но встретили только двух оленей. Прям пробегали. Еще они раздавили ветку, прям звук такой был. В общем, было немного страшно. И сам этот храм тоже никого здесь, вообще безлюдный совершенно. И чем он странный, посмотрите, здесь почему-то есть детские всякие вот качели, площадка, в общем, детская есть прямо в храме. Я такого раньше не видел. И явно, что здесь не особо катаются, потому что вот здесь вот качели, прямо здесь они все поросли паутины и пауки ползают. Здесь, в префектуре Яманаше, прямо в храме, вывеска такая, что берегитесь Сузумебачи. Сузумебачи – это огромные японские шершни-убийцы, насколько я знаю. И говорят, что если они в шею укусят, то может случиться анафилактический шок, и можно от этого умереть. Каждый год какое-то количество людей умирает. Раньше они были только вот в таких вот местах, где много природы, а сейчас этих шершней находят и в Токио. В общем, очень опасно. Но сам храм очень атмосферный. Недавно играл в Гостов Цушима, и он словно одна из локаций в игре, не считая детской площадки, конечно. Вечером вернулся в отель и пошел отмокать на горячих источниках. Хоть они и общие, но в этот момент никого не было, поэтому удалось записать несколько кадров. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, друзья, на этой неделе поеду на Хоккайдо, так что подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы следить за поездкой в реальном времени. И на канал тоже подписывайтесь. Каждый ваш лайк и комментарий помогают развитию канала, не забывайте о них. До встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok